Сибирский фестиваль жестовой песни в этом году стал еще шире и интереснее. Для участника провели историческую экскурсию по Берску, а также товарищеский матч по флорболу. Но кульминация этого события, конечно же, гала-концерт. В жюри готовятся зрители в ожидании. Во второй раз бердские глухие и слабослышащие люди собрались вместе, чтобы доказать, что они не лишены музыкального слуха, умеют чувствовать музыку и петь песни. Но на своем жестовом языке. Глава города приветствует участников фестиваля. Добрый вечер. То, что я попытался показать, я хотел сказать вам всем. Добрый вечер. И правда, я вас очень люблю. Люблю за то, что вы сегодня собрались делать друг другу приятнее. Открывает концерт и заводит зрителей номер одних из самых юных участников фестиваля коллектива «Радужные дети». Сами участники признаются, репетиции требуют особых усилий. Нужно хорошо знать текст, суметь передать настроение песне жестами и мимикой, успевать попадать в такт. Помогает им в этом вибрация. Свой номер Александр Шинкаренко готовил неделю. Он из Барнаула репетирует в местном Доме культуры. Нередко выступает на праздниках, но возможность показать свои умения среди участников из разных городов появилась именно на этом фестивале. Также есть Дом культуры, где мы все по договоренности собираемся, репетируем. Поверьте, это не так просто, это тяжело. Надо найти такт музыки, почувствовать ее. Ну, в общем, тяжелая работа. Сибирский фестиваль жестовой песни уникален. Подобные мероприятия за Уралом не проводят. Его исключительность подчеркивает организатор, отмечая, что у каждого участника, представляющего свой город или область, свой язык жестов. Каждый артист очень хочет показать себя. Очень хочет выразить свой внутренний мир. И получается так, что... Почему вот я приглашаю с разных городов, разных регионов? Потому что каждый регион показывает лицо, мимику, жест по-своему. На подобных мероприятиях участники не только демонстрируют свой артистизм, но и, как говорят сами, социально адаптируются и развиваются. Впервые фестиваль прошел в прошлом году и был приурочен к Международному Дню Глухих. Организаторы надеются, что фестиваль станет визитной карточкой Бердска. Минуты истины, не говори о том, что внутри мы сделаем чудо. Минуты истины, не говори о том, что внутри мы сделаем чудо.